Всем привет! Меня зовут Макс Гребенников, я действующий бренд-шеф ресторана Максис Интернешнл, который находится на Виа Мартин Пласса Арио Ла Коста. Я уже 11 лет работаю в ресторанном деле гостиничном бизнесе. Кухня меня завлекла уже очень давно, еще с малых лет. Помню, что в 16 лет я уже учился в кулинарном колледже, а ночью я уже непосредственно работал в Ля Карт. Слава Богу, это был лучший ресторан моего города, и у нас даже приезжали звезды, то есть мы их кормили в нашу смену. Ресторан назывался Торпикана, кому интересно, можете посмотреть. Далее я стал работать в Риксос, это интернациональный отель, который расположен по всей Европе, включая Россию и страны СНГ. Ну а в последнее время я даю мастер-классы по всей Испании и помогаю несчастным рестораторам наладить свой бизнес, потому что люди, которые имеют деньги и хотят инвестировать их в ресторан, понятия не имеют, что здесь другая культура, другой менталитет, другие какие-то определенные понятия. Люди суются без образования, дабы думают, что заработают деньги. И теряют, скажем так, свои финансы, теряют свое время, нервы. В конечном результате просто закрывают заведение и становятся банкротами. Последние два года я стал брать проекты ресторанов. И последние два года мы работаем нашей командой. Это непосредственно фото- и видеосъемка, съемка с дронов, реклама-маркетинг, обучение персонала, обучение непосредственно рестораторам. Поставить правильную карту, поставить карту, основываясь на менталитете местных жителей, что русские, к сожалению, не понимают, русские инвесторы, потому что это крайне разный менталитет в первую очередь, крайне разные предпочтения блюд, само собой, то есть борщ, пирожки и так далее и тому подобное. Это очень пагубное дело. На самом деле я даже не рассматриваю русскоязычную публику как постоянных клиентов ресторанов. Почему? Потому что наши братья-славяне, все привыкли кушать дома, в основной части сами готовят себе еду, а вот англичане и испанцы – это те люди, которые всегда будут посещать ресторан. Поэтому делать акцент на русскую кухню – это гиблое дело. Делают его, кстати, все мскоговорящие предприниматели. Это, скажем так, единицы могут получить какие-то хорошие дивиденды. Но остальные, как правило, прогорают и закрывают ресторан. Наша команда помогает сделать ресторан рентабельным, делает очень крутую, классную презентацию и непосредственно поднимает кэш ресторана. И в скором времени я вам это покажу, докажу, и вы сами все прекрасно сможете увидеть. Мы будем рады работать с вами. До скорых встреч! Дорогие друзья, всем привет! Наконец-то мы стали снимать программу «На ножах» в Испании. Нас вызвали в Альмиримар. Ресторан нерентабельный, у ресторана очень большие долги. Ресторан просто не вытягивает себя. Ну и меня, как шефа, попросили помочь этому заведению. И я буду вкладывать всю свою силу, всю свою душу в то, чтобы это заведение стало одним из самых популярных и лучших в Альмиримаре. Делая оценку этому заведению, первое, могу сказать, что рестораторша не имеет никакого образования в ресторанном деле и гостиничном бизнесе. Другими словами, она делает очень большие и недопустимые ошибки в названии ресторана, в дизайне вывесок и меню и так далее, и тому подобное. Очень большой плюс. Ресторан находится в очень хорошей локации. То есть, если поставить правильное меню, правильную вкусную кухню, не обязательно делать что-то там прям такое высокое и сверхъестественное, то это место, я уверен, что будет пользоваться популярностью. Я провел анализ и понял, что местные жители состоят... 50% это туристы, 50% именно люди, которые здесь живут. Но, к сожалению, эта зона сама по себе, она очень нищая в Испании. Здесь люди привыкли есть практически бесплатно. То есть, если, допустим, я сам родом из провинции Аликанты, то есть, я работал в тех зонах и работал на севере Испании. А тут это, получается, более южная часть Испании. И получается, что люди, они заказывают, допустим, пиво за 3 евро. У нас в зоне оно стоит точно так же. И получают еще к этому бесплатную еду. Испанцы это называют тапосом. Но если мы будем говорить о тапосах, то история происхождения тапоса, это служило какой-то кусочек хлеба с каким-то салатом или какая-то закуска, которая закрывала бокал вина, чтобы вино не выветривалось. То есть, вот этот аромат вина, он никуда не исчезал. Но, по-моему, местные жители даже не знают этой истории. Просто накладывают гигантские, огромные порции с едой. Это вот зона вот этой вот Андалусии. Я посмотрел ресторан, я посмотрел вывеску, рекламу, я посмотрел меню. Я просто пришел в ужас. Сейчас мы пройдем в ресторан. Вы сами можете увидеть, что первое мне не понравилось, что бросается в глаза, в каком состоянии находится кухня, насколько профессиональные работники работают в этом заведении. Мне кажется, что, к сожалению, лучше бы было поставить всех своих людей. Они бы тут прекрасно работали и продвигали этот ресторан. Но, к сожалению, придется работать с тем, что мы имеем. Именно поэтому я стал обучать только одного человека в этом ресторане. Только один человек будет иметь мои рецептуры, будет знать технологическую карту, но и сама будет являться будущим шеф-поваром. Это же хозяйка заведения, Наталья. С ней мы поговорим чуть-чуть позже, а сейчас мы пройдем и посмотрим заведение. Первое, что бросается в глаза, это куча груда мусора, которая находится при ресторане. Это вообще не подобает ни одному приличному заведению, даже в такой, скажем так, зоне. Обратите внимание на сервировку столов. Ее нет. Хотя, несмотря на то, что это даже таверна, несмотря на то, что это больше числится как бар, все равно должна быть какая-то хорошая, красивая сервировка. Почему? Потому что людям будет приятно сидеть за такими столами. А если людям будет приятно сидеть за такими столами, они будут чувствовать себя уютно. Если они будут чувствовать себя уютно, то есть еще и будет сопровождать вкусное вино, вкусная еда, то вот ваши первые постоянные гости. Сейчас мы пройдем в сам ресторан и заодно посмотрим вывеску, которая мне абсолютно не понравилась. Беонсы, наверное, ассоциативно. Черный цвет, красная буква, белые буквы. Мы не можем определить, что означает Беонсы. Такое ощущение, как будто здесь продают коктейли, а не кормят людей. И место больше для тусовки, потому что изначально психологический черный цвет не располагает людей к аппетиту. Это то, чему учат рестораторов, именно на факультете ресторана и дел гостиничный бизнес. То есть психология воспринятия цветов, психология дизайна, стиль подачи блюд. Как сделать так, чтобы это вызывало аппетит, чтобы человек чувствовал себя уютно, в комфорте и безопасности. В данном заведении этому ничто не соответствует. Ну а сейчас мы пройдем в зал и посмотрим уже непосредственно кухню, ради чего меня сюда пригласили. Вот оно, сердце всех ресторанов. Там место, где творятся великие дела. Самое главное место в любом ресторане, в любом баре, где подают еду, это кухня. И она должна быть идеальной. Людям должно быть комфортно работать, это раз. Кухня должна быть чистая, это два. Третье. Давайте посмотрим, что здесь творится. Валяются коробки, кухня засранная, кастрюли, барбекю, духовка, все отключено. Человек работает без перчаток. И она этой кухни меня просто все убивает. Тут люди, когда во время работы будут работать, они просто могут убиться, потому что, блин, побежит за заказом или достать что-то, спотнулась от коробки, упала, и секирь башка, рассечение черепа, кучу крови, и больше мяса на кухне. Оно того стоит. Давайте посмотрим в холодильник, что здесь творится. Товарное соседство. Самый важный аспект. Придет в СЭС и просто всех. Тех, кто, блин, так хранит продукты. Тут и десерты, где десерты рыба, где рыба курица, овощи, фрукты, блин, все, блин, полный срач. Непонятно, какие сыры, молочные продукты, опять-таки мясо. И это все хранится в одной камере. Короче, берешь каждую кривитосину вот таким вот образом. Повторяю еще раз, когда они чуть-чуть остынут, да? И ставишь ее вот так. Отстенд. Пришел сюда, понимаю, что вообще нет. Блин, кухня гигантская, оборудование старое, еле дышит. Барбекю, она 30 минут работа, чтобы разогрелась. Поменяли духовку, поменяли барбекю, вот еще набираем микроволновку. Я уеду, к сезону она уверен, что купит еще штук. Возьми. Наконец-то в этом ресторане появится нормальная, вкусная еда. Вот, на такое люди ходят кушать. Это только начало. Для меня каждый банкет, каждый праздник, все, абсолютно все, это подобие войны, битвы. Когда гости, это враги, это сила, от которой мы должны отбиваться. А мои повара, или того, кого я учу, это мои союзники. Каждый раз происходит воистину великой битвы, это очень сложно. У нас, как всегда, на кухне всегда всех мало, нам приходится работать очень быстро, качественно, и мари. Поэтому для меня это правда битва. Я даже сейчас, вот где-то заикаюсь, говорю не совсем складно, или еще что-то. Но эта кухня, это реальная жизнь. Мы не играем в этом сериале, скажем, как актеры. Мы действительно делаем документальный фильм, и работаем так, как мы работаем. Поэтому, смотрите, наслаждайтесь. И вот они к нам. Смотри, сейчас официанты, они, походу, там засыпаются. Я уверен, что сейчас все команды поддут разом. Это, сука, не йори, по-фигу, это перец с паприкой, я хочу йори. Ну что, смешал. Ну что, мудаки тут работают. Стамин, а сип, всего 6, но? 6. Я уже один день дома, я истаю, девочки. Но контролл и газ на кухню. Смотри, русский, все, мудаки отдашь. Мудаки отдашь. Два барашка. Для барашка, тебе нужна такая тарелка, но какая еще? Мудаки, Игра на кухню. Не нужна такая тарелка. Мудаки, Не нужна такая тарелка. Для барашки, июха. Игра на кухню. Прекрасимы Не понять Как мы Другая Друга Вот эту руку Вот эту? Да Вот эту руку А что Элли Резaken Элли Другая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok